«Рок-н-ролл мертв, а я еще нет» – пел некогда Борис Гребенщиков. Это было в те далекие времена, когда интеллектуальный рок переживал свой рассвет в подвалах советского андеграунда. С тех пор много воды утекло, Борис Борисович по-прежнему здравствует, а риторические вопросы, жив ли все-таки рок или нет, по-прежнему актуален. В нашем городе дела с рок-музыкой, в общем-то, всегда обстояли неплохо, что неудивительно, ведь мы много лет являемся, по крайней мере, пока счастливыми обладателями настоящего рок-клуба. Мало кто знает, но арт-клуб «Планетарий» входит в список крупнейших рок-клубов России. В плане выступали практически все известные рок-группы Москвы и Санкт-Петербурга, да и зарубежные звезды рок-н-ролла тоже не раз посещали клуб. И вряд ли найдется хоть один рок-клуб, который просуществовал бы столько лет. В апреле «Планетарий» отметит свое 17-летие. Несколько лет назад арт-клуб закрыли по причине несоответствия нормам пожарной безопасности. Хорошо запомнился сбор подписей активистами, чтобы клуб вернули, и попытки ходить на рок-концерты в другие места. Пару лет спустя все предписания, наконец, были выполнены, и в мае 2011 года состоялось долгожданное торжественное открытие «Планетария». И вот на сегодняшний день главный, а точнее единственный, рок-н-ролльный клуб Рязани переживает не лучшие времена. И пришло время действовать. А в данный момент действительно ситуация такая, которую спасти можем только мы сами. То есть, если мы задумаемся над тем, что да, нам нужен этот клуб, мы, я имею в виду, любители рок-н-ролла в Рязани, но, по крайней мере, каждый может внести свой какой-то посильный вклад, в конце концов, сходить хоть на этот благотворительный концерт. По словам директора, а по совместительству известного рок-н-ролльщика нашего города Андрея Шкуратова, самый старый клуб Рязани, на сцене которого проходило около 80% рок-концертов на грани банкротства. Причин тому очень много. И если вкратце, то люди стали меньше ходить на концерты, а два крайних сезона для «Планетария» были убыточными. И теперь быть «Планетарию» или не быть решает только нам с вами. 29 января в рамках благотворительной программы «СОС» состоится большой концерт, на котором выступят лучшие рязанские рок-группы. Народ, все, кому не безинтересна судьба рок-н-ролла в нашем городе, а он в последнее время только на «Планетарии» и держится, приходите на это мероприятие, внесите свою лепту всем миром в спасение клуба, иначе останетесь без рок-н-ролла. Акция покажет, насколько «Планетарий» нужен и дорог нашему городу. И, конечно, хочется надеяться, что нужен и что рок все-таки жив.